Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. Я рада вас видеть снова на моём канале, где я ежедневно делюсь своими буднями, а также интересными событиями, которые происходят в моей жизни. И, как вы уже знаете, мы вернулись из путешествия, потрясающего, интересного путешествия домой, и мой муж был просто в восторге, так как я подготовила для него очень интересную, насыщенную программу. Она была настолько неожиданно интересная, что он просто до сих пор пребывает в шоке и делится со своими знакомыми фотографиями и пережитыми эмоциями. Потому что наши эмоции, которые мы проживаем в путешествиях, не купишь ни за какие деньги, они остаются надолго в твоём сердце. Это отличная инвестиция. Так вот, я спешу с вами поделиться потрясающим сюжетом про жизнь слонов. Вы уже посмотрели первую часть, наш сплав по реке, и как мы готовили для слонов еду, какие бывают у них проблемы с пищеварением. Но информации было столько много, а так как мы там провели целый день, то, естественно, у меня сложился отдельный сюжет. И, уверена, вы будете просто в восторге, потому что так близко вы нигде никогда слонов не увидите. Мы не просто кормили их с руки и давали разные команды. Мы также гуляли с ними по джунглям и купались в реке. И во время купания они ещё с нами игрались. И под конец уже нашего общения мы не хотели даже оттуда уезжать. Кто захочет повторить наш подвиг, я дала и в прошлом видео название этой деревушки, и в этом дам. И возьмите с собой денежку, не скупитесь, оставьте хорошие донаты на слонов, потому что они действительно очень много едят. И люди, которые с ними работают, они это делают практически бесплатно, на волонтёрской основе. Ну что, усаживайтесь поудобнее и начинаем интересный сюжет о жизни слонов. Слоны – это огромные животные, которые являются родственниками уже умерших мамонтов. И в каждой культуре, особенно в Индии, они славятся своей мудростью и добротой. Но не стоит злить слонов. Папарацци не даёт покоя. Внимание, внимание, что же у нас тут? Внимательно смотрим. Ой, как вкусненько. Это жареный рис. Приятного аппетита. Спасибо. С яичком. С курицей. С орешками кэшью. И здесь у нас ещё ананасик. Потрясающий опыт. И мы сегодня узнали очень много интересного про слонов. Какие всё-таки люди ответственные, как они берегут природу и стараются создавать для слонов природные условия. Приятного аппетита. Они любят использовать эти девочки для того, чтобы приводить ее новую работу. Много лучше. Вива. Как вы уже услышали, у этих слонов девочек очень необычные имена. Джон Бонжови, Леди Гага, Форрест Гамп. И маленький ребёночек воспитывается в женском коллективе. Мужчин, самцов, можно распознать по бивням. И они именно поэтому очень ценятся за то, что они выполняют физическую тяжёлую работу, а также после их смерти можно продать бивни. Они по весу и по сантиметрам стоимость бивня доходит до 15 тысяч долларов. Слоны живут максимум 50 лет, и после 20-летнего возраста они начинают менять окраску. Как вы видите, перед нами у слона уже появляются рыжие, такие как ржавые пятна. Но известен один слон-долгожитель, который прожил 86 лет. В день слоны едят 250-300 килограмм еды. Это могут быть и растения, и листья, и трава, и бананы. С бананами нужно быть осторожным, так как много бананов вызывает вздутие желудка. И вы уже видели в предыдущем видео, чем это грозит, что не могут сходить даже в туалет слоны, и им нужна ветеринарная помощь. Кстати, большие слоны действительно боятся маленьких животных, в частности, собак. И нам показали смешное видео, где слон спустился в город, в деревушку, хотел поживиться там едой, на него напала собака, и он бежал, ломая ноги обратно в джунгли, очень-очень быстро снося всё на своём пути. Да, кожаный носик. Ищет, какую бы шкоду сделать этим носом. Жарко, жарко. Значит, здесь мамы. Папа работал на поле картофельном и ел картошку, которая была удобрена какими-то химикатами, и потом бедненький умер, потому что они не переваривают инородные тела. Видите, грязь месит. Она уже хочет выходить, уже открывает двери. Ты посмотри на неё. Уже такая шкода, шкода такая. Ребёночек, биби, он всё время рядом с мамой, и она его кормит молоком до двух с половиной лет. Сейчас ему семь месяцев, но он уже потихонечку привыкает есть корм. Вот они проглоты. Боже, они нон-стоп едят. Ну а что, такое вот большое животное. Уж надо как-то прокормиться. Сейчас мы идём купаться. Вес слона достигает пяти тонн, и живут они в основном самки вместе, а самцы предпочитают жить отдельно. Ну и обычно они выполняют тяжёлую физическую работу на полях. Видите, абсолютно без каких-то верёвок, цепей. Слоны гуляют себе по джунглям, и мы идём с ними на водопой. Купаться, встречи, какие они огромные. У слонов очень развито обоняние. Даже лучше, чем у людей. И в день слон должен выпивать 100-200 литров воды. В хобот за один раз он может засосать 8 литров воды. И малыш такой миленький. Боже мой! Мало, да? Маловато. Только покормили. Идём купаться. Вот и пози мой! Как он с горы сбежал. О-о-о! Вот это да! Целый. Ничего себе! Написюнькала. Ой! А это самое ценное, что выдают слоники. Потому что это натурпродукт. Всё био. Потому что едят они 300 килограмм травы в сутки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It's ok. А, 9 is ok. And low is not good. Ok. Всё проверили. Всё у них отлично. 9 какашулечек в норме. Какашечки высушивают, курят их потом, как медицин, либо используют для отопления. Слоны также имеют отличную память. Они помнят как хорошее, так и плохое. Очень злопамятные. И могут наказать своего обидчика много лет спустя. Также известны случаи, что когда слоны живут на воле, они хоронят друг друга, вырывая при этом огромную глубокую яму по размеру слона и присыпая его потом ветками. Сидят несколько дней возле умершего и скорбят. И даже были замечены случаи, когда они также хоронили людей. Причём иногда даже живых, приняв их за мёртвых. Мы были в этой деревушке 6 лет назад с детьми, и для них тоже это было море удовольствия. Но тогда нам разрешали кататься на слонах. Мы верхом ездили на них под джунглем. И сразу после нашего отъезда этот момент запретили. Потому что слоны переживают очень большие увечья от того, что на них ездят верхом. Либо запрыгивают через голову. У них потом разные болезни развиваются, которые укорачивают их продолжительность жизни. Ну и, естественно, мы этот момент очень сильно понимаем. Поэтому и идём рядышком и получаем не меньше удовольствия. Ага, на себя бросил. Надоело, говорит. Опять что-то выпрашивает еду. Увидел сумку мальчика и прям хочет в сумку к нему залезть. Смотри, обнимает его. За ним хочет играться. Смотри, отбирает у него палку. Хобот у слона выполняет функцию и обоняния, а также руки. При помощи хобота он ест, пьёт, а также кладёт еду себе в рот. Ну и брызгается водой, а также землёй. Обратите внимание, какие сисюнечки у вот этой слонихи. Потому что она кормит малыша. Видите, рядом с мамой всё время. И при удобном моменте он всё время присасывается. Видите? Потому что ему всего лишь 7 месяцев. Забеременеть слониха может только несколько дней в году. И беременность длится потом аж 22 месяца. То есть на целых 2 года она выпадает из жизни. И требует повышенного внимания. И, естественно, ещё больше еды. Так что содержать женские особи слонов в таких маленьких деревушках выходит в круглую копеечку. Малыши-слоники рождаются уже весом 100 килограмм. Очень привязаны к маме. Но и других тётушек тоже подпускают к себе и учатся у них многому. Как видите, у этой слонишки текут слёзки сбоку. И это не просто так. Это значит, что у неё скоро начнётся овуляция. И надо, говорит, её привязать плотно. Потому что в этом периоде они начинают сходить с ума. У них меняется гормональный фон. И они готовы к случке. Вот, видите? Надо это вытирать тщательно. У неё дырочка такая. И она сама себе носиком вытирает травкой. Видите, травку себе вытирает. Красавица такая. Смотрите, какие воришки. Боже, мы залезли в сумку уже. Что это такое? Так смотри, даже не стесняется. Выгребает всё, что можно. А-а-а! Одного банана недостаточно. Они берут по пять-шесть стук. Малыш, сиськусь пьёт молочко. Пьёт мамочкино молочко. Ты посмотри на него. Присосался. До двух лет мамино молочко пьёт. Схватился Сиандру и пьёт. Идём, 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 идём. Итак, леди Гаага сейчас в стадии овуляции. Как я вам уже сказала, у неё текут слёзки. И когда она кушает, она хлопает ушами и виляет хвостиком. Видите, это значит, что она счастлива. И скоро, возможно, можно будет её оплодотворять. Из дырочек вокруг глаз она берёт травку и всё время вытеряет, когда у неё там что-то течёт. Но через какое-то время её нужно будет привязать и держать ножки скованные цепью, потому что они в этот момент могут нападать на людей, даже тех, кого она знает. Она может сбежать, например, что-то нарушить и сама попасть в беду. Поэтому в это время их ограничивают в движении, чтобы они не натворили беды. Смотрите, берёт песок и кидает себе на спину, потому что её раздражают муравьи. Представляете, такая толстошкурая и чувствует, как на неё муравьи садятся. Это ж надо. Или комары, скорее всего. Так, и вот сейчас покажу. Смотрите, у неё здесь. Слёзки. Видите, сбоку дырочка, и оттуда текут слёзки. Это тоже, кстати, стри. Вон, берёт и закидывает себе на голову песок. Жарко, комары. Сейчас будем купаться. Очень удивило, как люди бережно относятся к слонам в этой стране. И была одна программа, когда они своих слонов передали в Индию. И, приехав туда через какое-то время, увидели, как жестоко там обращаются со слонами, и решили своих слонов забрать обратно. Каждого слона перевозили в специальном контейнере. И стоило это почти 10 тысяч долларов за одного слона. Огромные деньги были потрачены, но они не смогли смотреть, как там издеваются над животными. И ещё одну фантастическую историю нам показали в видео и рассказали. Это была недавно нашумевшая история по всем каналам местного телевидения, когда в джунглях мама-слониха с ребёночком гуляли. Он резвился, и мама упала в яму. Огромную яму. И ребёнок начал очень сильно кричать. И по этому зову приехали спасатели. Как они её пытались оттуда достать. Всё-таки она весит несколько тонн. Как вызвали кран, вертолёты. Это всё происходило несколько часов. И когда маму достали из этой ямы, она была уже бездыханная. Её пытались привести в порядок. Ей делали искусственное дыхание. Ничего не помогало. Но тут слонёнок подошёл к маме, начал плакать, рыдать, кричать, издавать странные звуки. И через какое-то время мама встала и пошла с ребёночком обратно в джунгли. Вот что делает материнская любовь. Ну а вы сейчас наслаждайтесь этим потрясающим моментом, когда мы купали слонов. Это непередаваемые ощущения единения с природой. И очень вам советую когда-нибудь пережить такие же эмоции. Посмотрите на этих красавцах. И обливается себе водичкой, жаркой им. Улеглись. Ныряют прям с головой. Так, мне выдали вот такой ковшик. Буду сейчас их купать. Вон, Беат уже пошёл. Дело. Вон, Беат уже пошёл. Вон, Беат уже пошёл. Непередаваемые ощущения купать в речке слонов. Посмотрите, они прямо с головой ныряют и брызгают тебя, как из душа своим хоботом. Если слон заболевает, у него какие-то раны, загноения, что-то серьёзное, что не могут вылечить на месте, то вызывают ветеринара. И абсолютно бесплатно приезжает ветеринар королевской клиники. Но единственный минус, нужно ждать несколько дней. Специалисты из медицинского ветеринарного факультета приезжают с удовольствием, потому что используют потом эти случаи для написания каких-то научных работ. Но если ты хочешь, чтобы помощь была оказана быстро, своевременно, тогда, конечно, нужно будет заплатить за услуги частного врача. Но это стоит не таких больших денег. Это не хочет идти домой. Бонжови. Тинейджер. Не хочет идти домой. Посмотри, валяется, ныряет, обливает всех проезжающих на лодках. Шкода, одним словом. Мальчики с ними разговаривают буквально. Как меня спасают эти сандалии. В них можно и в воду, и под воду, и они и удобные для ходьбы. И если намочил, они мгновенно сохнут. Фух. Господи, только пришли, они опять уже кушать хотят. Сейчас Беат им дает медицин. Дай. Трай. Э, и Айнс. Так, держи. Раз. Дай. Трай. На-на-на-на-на. Все. Ну что, дорогие мои, я уверена вам понравился этот потрясающий сюжет. Вы окунулись, как и я, в море впечатлений и природы замечательных животных слонов. проверьте, не забыли ли вы поставить лайк и отпишитесь в комментариях, хотели ли бы вы стать участником такого замечательного путешествия. Ну, а мы увидимся с вами уже завтра в не менее интересном сюжетом, отличного сенья и прекрасного настроения. Пока-пока. Честно говоря, не хочется даже уезжать отсюда и расставаться с нашими новыми знакомыми Леди Гага, Джон Бан Джови, Форест Гамп. Субтитры сделал DimaTorzok